Симбиоз народной классики На все работы потратили полтора миллиона рублей. Ремонта в Доме культуры ждали несколько лет. Очень рады, конечно. Немного облагородили, красиво, приятно сюда приходить. И было, и сейчас тем более. Это большое событие для сельчан. Хоть есть где-то отдохнуть, все хорошо. Больше возможностей у нас предоставляется теперь. Теперь все новенькое. Мне кажется, оборудование все новое. Раньше он разламывался на две части, считай. А сейчас он и больше, и лучше. Мы можем поделки делать, танцевать, петь. Мы можем. Мы все можем. Первыми на новой спортплощадке в поселке Тонельном выступили гимнасты и юные звезды спортивных танцев подруги Полина и Вероника. Они уже репетируют новый номер специально ко Дню Края. Торжественный момент. И мы хотели запечатлеть это все выступление. Долго ждали сельчанную площадку? Да. А нужна она? Да, нужна. Почему? Ну, чтобы играть здесь. Потому что на футбольном поле там можно только в футбол играть. А здесь можно все, что угодно. Эту площадку в Тонельном уже окрестили спортивным двором, потому что спортивные развлечения и увлечения здесь найдет для себя каждый. Начиная от футболистов, заканчивая волейболистами и баскетболистами. Самое важное, что здесь большое внимание уделили безопасности. Антискользящее резиновое покрытие под ногами по всему периметру. Площадка ограждена высоким забором. Не улетит. За него не один мяч. Открыли спортивную площадку большим концертом. Не обошлось без подарков. Местным футболистам вручили новые мячи. Первый гол забил глава Кочубеевского района. А девизом этого праздника сделали одно слово. Спасибо. А ты знаешь, за что ты говоришь спасибо сегодня? За эту площадку. Хорошая площадка? Хорошая? Да, хорошая. А кому ты говоришь спасибо? Всем, которые ее сделали. На создание спортплощадки потратили 2 миллиона 100 тысяч рублей. Большую часть средств собрали местные жители и социально активные предприниматели. Десятки человек помогли своим трудом на всех этапах строительства площадки. Огромные слова благодарности за ваше небезразличие, за вашу активность, что вы активно подошли к решению этого вопроса, что у вас именно появилась инициатива поучаствовать в этой программе. И вам небезразлично будущее территории, соответственно, будущее ваших детей. Уже с уверенностью можно сказать, что до конца этого года на карте Ставропольского края появится 174 объекта благодаря программе поддержки местных инициатив. А уже 26 сентября объявят победителей конкурсного отбора на участие в программе на 2019 год. Увеличилось количество участников. В этом году мы получили 288 заявок. Это показывает, что действительно программа интересна, люди с большей активностью участвуют. Мы видим, что у нас качество заявок выросло в разы. О том, как меняется облик Ставропольского края благодаря программе поддержки местных инициатив, зрители своего ТВ могут увидеть в программе «Время дела». Ближайший эфир в понедельник в 8 вечера. Мария Гнездилова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.